Девушки отдыхают Это семя, семя Его Слова. Кто встать может, встаньте, пожалуйста, мы поможем всем. Отец, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя, мы величаем Тебя. Спасибо Тебе за Твое Слово. Спасибо Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. Он есть Слово. Мы благодарим Тебя за Твое благодать. Мы благодарим Тебя за Твоих Ангелов, которые сейчас в действии уже. Мы благодарим Тебя за то, что Ты всемогущий Бог. Бог мой, мы благословляем Твое Слово. И мы высвобождаем Его, Господь. И мы правослушаем, что это Слово приносит плод. Плод. Огромный плод. Бог мой, благодарим Тебя. Спасибо Тебя, Иисус. Говори в наши сердца сейчас. Они подготовлены, Отец. Твое Слово принять. Спасибо Тебя. И произведи то, что Ты хочешь сегодня производить. Говори в сердце каждого человека. Чтобы никто домой не ушел голодным. Спасибо Тебя, Отец. Что Ты, Господь, халлелёд, кормишь каждого из нас. Аминь. Аминь. Можете присаживаться. Слово, я бы хотела сегодня говорить о праведности Бога. Нам, как верующим, мы должны понимать, что нам Бог дал. Кто нас сделал. В какое положение нас поставил. И Бог говорит к нам, что он сделал нас праведными. Праведниками. Но на самом деле Бог сделал нас праведными, Он сделал нас такими. Но я хочу с самого начала пойти и показать, что такое праведность и куда нас Бог перевел вообще, что мы имеем. Праведный, это значит по-человечески, как человек размышляет. Праведность, праведник, это значит ты стал прав. Да, тебя оправдали, то есть ты прав. Да, тебя оправдали, тебя ну как бы освободили от какой-то вины. Да, праведник, это как бы быть правым в чем-то. Да, праведник, да, праведник, да, от чего-то. И на самом деле оно так и есть. Человек рождается грешником. Это человеческая натура, которую мы получили от Адама. Мы еще ничего не сделали, мы еще вообще ничего не сделали. А мы уже рождаемся грешниками. Ты ничего не сделал, но перед Богом ты не прав. Да, то есть ты не оправдан. То есть тебе нужно что-то было сделать, чтобы стать таким праведником. И как нам показали или объяснили, то есть как мы научились. Есть четыре вида праведности. И самое первое, то что от самого начала Авраам получил, это праведность через Слово. Через веру в Слово. То есть праведность через веру в Слово. Бог открылся Авраам, Исааку и Якову. Он пришел к Исааку, к Аврааму. Это начало истории вообще, да? Он пришел к Аврааму. И начал с ним общаться. Он сказал, что я сделаю тебя отцом народа. У Авраама еще не было детей. И Авраам поверил. И это вменилось ему в праведность. Это было им за веру в Слово. То есть Авраам, по сути, он получил праведность через веру в Слово. Бога. И Бог поставил его, то есть он поставил его в правильное положение. То есть праведность была для Авраама это правильное положение стоять перед Богом. Потому что он просто поверил ему в его Слово. Что он сделает его отцом многих народов. И он поставил это в правильность. Бытие 15.6 написано. Авраам поверил Господу и он вменил ему это в правильность. Авраам поверил Господу и это вменилось ему в правильность. И Иаков говорит во 2 главе в 23 стихе. Он говорит. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу и это вменилось ему в правильность. И он наречен другом Бога. И он наречен другом Божиим. То есть чтобы быть вместе с Богом. Чтобы получить вечную жизнь. Человеку надо было что-то сделать. Чтобы быть вместе с Богом. Чтобы быть таким как Бог. Или получить права такие как у Бога. Стоять в правильном положении перед Богом. И Библия говорит, что Авраам поверил в слово Бога и это вменилось ему. То, что он стал правильным. Он просто поверил, и все. В то слово, которое Бог сказал. И это была праведность, поверив в слово Бога. Во все времена люди хотели получить спасение. С того времени, как Бог себя открыл, человек всегда стремился встать, то есть попасть на небеса. И он стремился попасть через какие-то дела свои. И когда израильский народ был в пустыне, Бог дал им заповеди. То есть закон дал. И он сказал. И он сказал. Если вы будете исполнять закон, вы будете, то есть вы попадете на небо, да? То есть вы будете праведными. Вы знаете, что только праведники могут попасть на небеса. Грешники туда не попадают. И вторая праведность, это праведность через закон. То есть евреям надо было просто исполнять закон, и они попадали на небо, то есть они становились праведными. И израилеты, они должны были праведными. И они должны были вступить в небо. В евреи, римлянам 9 глава, в 30 стихе написано. В 9 стихе написано. Что же скажем? Язычники, искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что они искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись, а камень приткновения. То есть я прочитала стих 30 до 32. Сейчас мы ввязь трасечка со своей трасечки лезем. Он говорит. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись, а камень приткновения. Это не в вере. Исраиль, но в том числе, в том числе и в том числе. Исраиль, но в том числе и в том числе. Исраиль, но в том числе и в том числе, в том числе и в том числе. Может, вы сидите и думаете, Боже мой, какая сложная тема. Но нам нужно понять, что такое праведность, чтобы мы могли свободно жить. И Израиль, он искал праведности, как мы прочитали. Он искал быть оправданным, чтобы попасть на небо. Они старались исполнять все те законы, которые Моисеем прочитал. Если какой-то человек согрешил, ему нужно было бы взять козу или ягненка, или голубя, или еще что-нибудь, и он должен идти в этот храм. Он идет в храм, чтобы принести жертву за себя, чтобы получить оправдание, чтобы он опять мог стоять правом перед Богом, чтобы он опять мог молиться, чтобы он опять мог поститься, и чтобы Бог его мог услышать. И человеку надо было столько законов исполнять. Но Бог предопределил так, что если ты исполнишь закон, ты будешь праведен. И Бог сказал, что если ты исполнишь закон, ты будешь праведен. И через все эти годы было видно, что человек не мог исполнить всего этого. Но если мы это просто повторяем, то это очень тяжело, чтобы это исполнить. Да, смотрите, там написано в 32 стихе, почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень приткновения. Он идет в 32 стихе, потому что они не в вере, а в вере, а в вере, а в вере, а в вере. Очень часто, в наши времена, это были времена до Христа. Очень часто, в наши времена, это были времена до Христа. И люди, люди до сих пор пытаются заработать праведность, попасть на небо через какое-то дело. До сих пор человек думает, вот я вот что-то сделал, все, я не попаду на небо. Ой, я что-то сказал, я не попаду на небо, все, я уже неправедный. Я грешник. И в наши времена люди ходят в этой менталитете грешника, до сих пор. Вы знаете, есть церкви, которая начинает служение только с молитв покаяния. Они начинают каяться во всех грехах, которые были там уже, я не знаю когда. И человек ходит в постоянной менталитете, я не достоин, я не такой, я не хороший, я грешный. Да. И Библия говорит, что евреи, они тоже пытались стать праведниками. То есть они пытались, то есть они достигали свое спасение, праведность, они достигали делами. И действительно, кто исполнял весь закон, они были праведны. Но Библия говорит, что это было невозможно исполнить весь закон. Есть также праведность, независимо от закона, но если ты поверишь в Иисуса Христа. Но я иду в другую праведность, которую нам Иисус дал. Я просто хочу показать, какая праведность вообще есть, и как люди пытаются своими силами достичь Бога. Праведность независимо от закона, но вера в Иисуса Христа. Римлянам 3, 21, 22. Римлянам 3, 21, 22. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Иисус Христа. Я говорю, но я говорю о том, что вероятность в Бог, которая приходит через веру в Иисус Христос к всем и всем, кто верит в Иисус Христос. То есть независимо от закона, пришло время, когда Иисус пришел на эту землю, и Библия нам говорит, что для человека, который был под законом, который был под законом, если бы он только поверил в Иисуса Христа, он сразу же переводится в это положение праведника. Если он только поверит, то есть уже не в Слово, не в Закон, а в Иисуса Христа. Но для нас Бог дал праведность, потому что мы родились от Духа Святого, то есть от Его Слова. Он написан, написано в Иоанна, в первой главе написано, что от тем, которые родились, не от мамы и папы, родились от Слова, которые от Слова родились, дал право быть детьми Божьими. Вот куда я шла. Я шла в эту праведность, которую мы получили через наше рождение. Человек рождается на этой земле грешника, и он ничего не сделал, чтобы стать грешником. Он родился таким. Это его натура, то есть это его положение, можно сказать. И когда человек понимал, что, не, по-другому скажу, но человеку, не, по-другому. Но Бог дал нам Иисуса Христа, чтобы мы получили праведность через то, что мы получили новое рождение, возрождение. То, что мы стали новым творением. Человеку не нужно достигать чего-то. Человеку не нужно зарабатывать своими делами. Тебе не нужно делать закон какой-то исполнять, чтобы стать праведником. Да, Бог сказал, что через то, что ты возродился, то есть ты возрожденный человек. Ты перевел, 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 перевел с темноты в свет. Ты будешь в небо с темноты в свет. То есть Бог перевел тебя из темноты в свет. Он говорит, кто во Христе тут новое творение. И последнее, Он говорит, я посадил тебя вместе со Христом на небесах. И это нам должно что-то сказать. Как я могу, будучи грешником, сидеть на небесах? Я не могу этого сделать. Я не могу этого сделать. Значит, мне нужно что-то понять и что-то принять. Значит, я стал каким-то другим. Правильно? Я стал каким-то другим. Я стал каким-то другим человеком. То есть то, что Иисус для нас сделал, Он принес нам праведность через Возрождение. Через Возрождение. То, что ты стал новым человеком, абсолютно новым. Созданным по Богу. Абсолютно таким, как Бог. Абсолютно таким, как Бог. И в Ефесянном, 4 главе, 24 стихе написано. И Он говорит, облечься в нового человека. То, что нам нужно делать. Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Созданным по Богу. То есть человек пытался заработать спасение. Так я скажу, простыми словами. Просто он хотел получить, заработать спасение. И как бы человек ни пытался, это очень сложно. Заработать спасение. Но Иисус пришел на эту землю, чтобы исполнить какую-то тайну, которую ожидали все. И в тот момент, когда Он умер, пошел в Аль. Победил грех и смерть. Пошел на небо. Он дал нам возрождение. Новое рождение. И каждый человек, который рожден, то есть плод его труда, то есть его жертвы, который принимает Иисуса в свою жизнь и получает возрождение, он уже переводится. Он уже в этом положении праведника. Он праведен. Тебе ничего не надо делать. Потому что эта натура Бога внутри тебя. Он говорит, тебе нужно обличься в этого нового человека. И обличься в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Колоссянам 3.10. Вот что нам нужно делать. Обновлять свой разум. Бог уже перевел тебя туда. И Он назвал тебя уже. Тебе не надо достигать праведных. Ты неправедник. Тяжело понять. Он говорит, ты уже неправедник. Что вы мне скажете на это? Пастор, что ты хочешь сказать? Я неправедник? Ты сама праведность. Ты сама праведность. Сложно. Ты новое творение. Поймите. Нам не надо достигать праведности. Ой, я там где-то вот что-то плохо сказал там или что-то не сделал. Я грешная. Слушайте. Ты праведность. Если я праведность, я сама праведность. У меня та же натура, которая у Бога. У тебя тот же состав, который у Бога. Это сложно поверить, правда же? То есть ты такой же, как и Бог. Помните, мы пели только что, я знаю, кто я в тебе. Знаешь, знаешь, кто ты есть? Знаете, кто вы есть? Ты сама праведность. Вот здесь лежит ответ. Ответ. Как же не грешить? Нет, как нам не грешить? Как нам не грешить? Слушайте, праведность не грешит. Потому что она внутри тебя. И когда мы начинаем это понимать, и оно становится в тебе плотью, то есть живым, когда ты понимаешь это, захочет ли человек залезть в туалет? Понимаете, да? Грязь. Просто так. Захочет человек туда полезть? Нормальный человек захочет залезть в грязь? Никто не забыть. Правда же? Правда же? Да. Или? Да. Как вы думаете? Ни один нормальный человек не скажет, я пойду сейчас, журу себя в грязи и пойду на свадьбу. вот такое положение святости. Когда человек начинает осознавать, что он есть сама святость, потому что в тебе внутри Бог, мне не надо достигать праведности, и тогда у меня нет никакого желания даже какого-то греха делать. ты просто обходишь его стороной. Ты просто обходишь его стороной. Ты говоришь, это не мое. Вы знаете, как принца воспитывают? У королей, да? У королей там есть же принц и принцесса. И как их воспитывают там? Как принц или принцесса? Она такая маленькая, или она такой маленький? А она уже дает распоряжение. Она не может себе позволить плохо сказать. Он не может себе позволить какие-то вульгарности. Ну, слишком плохие. Они не могут себе позволить как-то себя вести не так, как подобает принцу или принцессе. Это что говорит воспитание? То есть его или ее воспитывает. Точно тоже нам говорит Библия. Ты дочь царя. Ты сын царя. Ты новое творение. Ты его последователь. И ты должен точно так же себя вести, как Христос. Но как я могу это сделать? Как я могу это сделать? Библия говорит, и облегшись в нового. Как вы sagt? Кооса драй и раци. Облегшись в нового, который обновляется в познании, который обновляется. если мы понимаем это, И мы будем действительно обновлять свой разум, из нас будут выходить плоды праведности, плоды, то есть будет из тебя выходить плод, если ты самоправедность, из тебя будет выходить плод, то есть мы должны давать те же результаты, как праведность. Филиппийца 1,11 говорит, что мы исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. Филиппа 1,11, erfüllt mit фрüchten der Gerechtigkeit, die durch Иисус Христус geschehen, ist euch zu Ehre und Lobe Gottes. То есть это приходит к нам через обновление, через обновление нашего разума. Если мы праведность, то есть приходят плоды праведности. Это выражается в том, как мы говорим, как мы думаем, правильно? Какие мысли в нашей голове имеют? И что есть плод праведности? Все мы знаем Галата, Галата, пятая глава. Галата, капитал 5. Плоды. И фрукты des Geistes. Любовь. Долготерпение. Милосердие. Смотрите, то, что сейчас проявил Володя, это плод. Плод праведности. Это фрукта der Gerechtigkeit. Он просто взял и привез людей, у которых нету, машины. Это плоды. Это плоды. Если бы он сказал, а что мне? Пусть идут пешком. Да? Но он сказал, я приеду, я заберу. Вот, что делает праведность. Это Гerechtigkeit. Не потому, что он захотел этого. Это не потому, что он захотел этого. А потому, что это внутри него. И оно сработало. Он сработало. Он дал ему сигнал. Это любовь. Прояви любовь. И он проявил любовь. Вот, что есть праведность. Это Гerechtigkeit. Правед, плоды, они не придут сами по себе. Плоды, они не придут сами по себе. Их нужно вырабатывать. Когда дерево посадят, оно не сразу принесет плод. Правда, Жаня? Сидит в земле. Сначала его никто не видит. Потом кто-то пришел, обломал ветки. Потом кто-то пришел, нацарапал на нем что-то. Дождь пошел, солнце попалило. То есть приходят какие-то испытания в жизни человека. Но потом, через какое-то время, мы видим, дерево приносит плод. Вот точно так же наша праведность, она должна приносить плод. Ты уже есть эта праведность. Оно внутри тебя. Но нам нужно... Нам нужно развивать это. Нам нужно... То, что Иисус для нас делал. Он облегчил, или по-другому сказать, он сделал настолько все просто. Евреи ожидали, тысячелетиями или сотнями годов, что какая-то тайна придет на эту землю. И они не поняли. Когда Иисус пришел, они не поняли, что это за тайна. Но когда Иисус умер, эта тайна раскрылась. И мы получили спасение через поверивая Иисуса Христа. Мы получили спасение. Мы не только получили спасение. Мы стали новым творением. Мы стали абсолютно новыми людьми. Мы стали абсолютно новыми людьми. И та тайна, которую они ожидали, она исполнилась в нас. Бог пришел и поселился внутри нас. Если бы мы не были праведностью, Он бы не мог войти внутрь тебя. Но в тот момент, когда ты сказал, Господь, прости меня, «Прости меня, будь моим Господом и Спасителем». Ты сказал, «Я верю, я верю, что Иисус есть Сын Божий». То, что Женя сегодня читала, «Я верю, и я исповедаю своими устами». «Я верю своим сердцем и исповедаю устами». И с того момента ты стал самой святостью. И Бог зашел внутрь тебя. И поселился внутри тебя. Внутри тебя сам Господь. Только так Он может жить в нас. Если бы мы достигали этой праведности, то Богу пришлось бы изредка выселяться из нашего дома, так я могу сказать. Ну, шутка. Но так как Он тебя самой правильностью сделал, Он может жить внутри тебя. И нам нужно жить таким менталитетом. Я дочь царя. Я самоправедность. Я не грешу. Потому что это мне вообще неприемлемо. Понимаете? Это настолько оказывается все просто. Библия говорит, что если сердцем будем веровать, если устами мы будем исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот, то, что нам нужны наши уставки, чтобы быть в этом положении. То есть когда мы исповедаем, Иисус со своим Господом, мы утверждаем, что Он внутри нас. И мы должны видеть себя, как видит нас Бог. Если мы не будем изменять свое мышление, мы будем видеть себя всегда грешниками. Но Бог не видит нас так. Он не видит нас так. Он видит нас как праведником, то есть как его праведность. Но Библия говорит, кому ты подчиняешься, тому ты будешь и раб. Да, если ты говоришь, я больной, ты будешь больной. Если ты говоришь, я нечистый, ты будешь нечистым. Потому что от своих злов мы будем кушать то, что мы исповедаем. Но Иисус уже все понес. Весь грех понес на себе. И нам просто нужно осознать, что я во Христе Иисусе. Я новое творение. Когда Иисус воскрес, когда Иисус умер за нас, мы родились в эту праведность. Но наше исповедание, нашими устами, оно переводит нас туда. Нам нужно научиться правильно исповедать. Себя видеть так, как видит тебя Господь. Не видь себя глазами, своими человеческими глазами. Увидь себя, как видит тебя Бог. А как Бог тебя видит? Праведной, святой, чистой, здоровой, счастливой. Потому что Он для нас это все дал. Все наследие у нас. Но нам нужно пребывать в слове. Обновлять мышление. И с нашими устами правосглашать. Нашими устами правосглашать. Итак, что же такое праведность? Праведность, это совершенство самого Бога. Это его характер. Праведность, это его характер. Гереческая, это значит, Бог безошибочный. То есть Он не ошибается. Он безгрешный. Он без всякого, ну, греха. Он без всякой вины. Он без всяких, там, проблем и болезней. Это натура Бога, которая открывает нам путь. Т.е. доступ дает туда войти, к нему. Вот что есть праведность. Это праведность. Я сейчас переведу на нас это. Я сказала, что Бог есть праведность, да? У него превосходный ум. Вот так вот мы должны себя видеть. Ой, я вот это. Я вот это. То есть, ну, как люди, да? Но мы, мы дети царя. Внутри нас Бог. Начни с сегодняшнего дня видеть себя, как праведность Бога. Ты праведность Бога. Ты не грешишь. Даже если оно к тебе подойдет, ты скажешь, пошел вон отсюда. Я дочь царя. Я сын царя. Праведность ставит нас на одном уровне с Богом. Он сказал, я посадил тебя на небесах. Я заканчиваю. Он сказал, я посадил тебя на небесах. Ты на небесах. Он поставил тебя в одно положение с собой. И мы сейчас можем с Богом общаться, как с равным, равным к себе. Написано, что Авраам поверил Богу, и он общался с ним, как с другом. Он общался, как с другом. Поэтому, насколько больше мы имеем, нам не надо ничего больше достигать. У нас внутри все уже есть. Мы уже по рождению, потому что мы возродились в Иисуса, в новое творение. И я поздравляю вас, мои дорогие. Вы есть праведность Бога. Вы есть праведность, самоправедность Бога. Весь характер Бога, он внутри тебя. Обновляйте это через Библию. Пребывайте в этом осознании. Это очень важно, ходить в этом осознании. Очень важно. Если ты забыл, бери слово, как же я сказала, постоянно смотрите в слово. Напоминай себе, кто ты есть. Дьявол придет к тебе и скажет, ты, ты грешник, ты там, вот это, вот это. Ты же посмотри, какой ты больной. И ты никогда не выздоровеешь. Скажи, пошел вон, мое положение во Христе. А во Христе, в Царстве Божьем, нет болезней. И так я исповедаю для своего мужа. Он здоров, полностью здоров. И мы увидим, однажды он будет здесь стоять и проповедовать. Мы увидим, мой Петр будет опять стоять и здесь проповедовать. Не важно, что они говорят. Но я знаю, кто внутри него есть. Давайте встанем и скажем, я праведность Бога. Я праведность Бога. Халлелуйя. А я вижу, он не был перевода, да? Окей, халлелуйя. Халлелуйя. Скажи, я праведность Бога. Громко. Я праведность Бога. Я праведность Бога. Его характер, это мой характер. И я обновляюсь каждый день через Его Слово. И я хожу в этом осознании. Я хожу каждый день в этом осознании, что я дочь или сын царя. Я хожу в этом осознании. Никакие проблемы не могут ко мне прикоснуться. Никакой грех не может ко мне прикоснуться. Потому что я дочь царя. И Бог поставил меня на положение, как Он. Он сделал меня равным с Собою. Он слышит нас. Он отвечает нам. Он изменяет через нас. Он исцеляет через нас. В имени Иисуса Христа. Он сделал нас равными с Собою. И мне не надо достигать. Мне не надо достигать этой правительности. Я получила. Я получила. В момент моего спасения. В момент моего спасения. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Аминь. Аминь. tribunal. Повальше. включается. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Ар câmera.